На улице Солнечной минувшей ночью вновь работала строительная техника. Бригада подрядной организации на ранее отфрезерованном участке начала укладывать на проезжую часть асфальтобетонную смесь последнего поколения, ШМА-16 на полимерном битумном вяжущем, что обеспечит высокую прочность нового покрытия. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся от улицы 22-го портъезда до улицы Нововокзальной. В целом дорожное покрытие обновят на площади 23 тысячи квадратных метров. К сегодняшнему дню 3600 квадратов уже с новым дорожным полотном. Подрядчик задействует бригаду, состоящую из 12 дорожных рабочих. Асфальту укладчик, два катка, несколько камазов для подвоза горячей смеси, а также экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик и трактор. Вспомогательная техника, необходимая для уборки территории. Укладка происходит с захватками. Сначала одну полосу, нижнюю по уклону, потом вторую полосу с горячим швом. Перед укладкой на участке завершены работы и на инженерных коммуникациях. На объекте более 120 смотровых люков и ливневых колодцев. Использование современных материалов и технологий – обязательные условия реализации дорожного нацпроекта. На участке по улице Солнечные, как и на остальных дорогах местного значения, обновляемых на средства нацпроекта, установили бесшумные антивандальные люки смотровых колодцев. Они оснащены резиновой вставкой и затвором для минимизации случаев краж крышек и предотвращения шума. Кроме того, люки заблаговременно подняли на проектные высотные отметки вровень с новым дорожным полотном. За работой наблюдают региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов и депутат Городома Вячеслав Звягинцев. На сегодняшний момент большинство дорог уже отремонтировано. Идет процесс сдачи заказчику. Остальные дороги в процессе окончания работы. На данном этапе мы находимся на улице Солнечной, где подрядчик везет укладку асфальтобетона. Это щема 16 на ПБВ. Марка, я думаю, лучше всего работает на нагруженных дорогах, такие как у нас в Самаре, например, с точки зрения и колеобразования, и обычного износа. Там, где мы находимся сейчас, улица Солнечная, это практически центральная магистраль солнечного микрорайона. По сути, это дублер, улица Новосадовая. Естественно, когда здесь проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ну это здорово и замечательно, потому что это все люди видят и понимают, потому что эта дорога ведет не только во дворы большинства наших жителей, но и, например, к социальным объектам. Это школа 139, школа 149. И к сентябрю месяцу, как раз, я думаю, люди, кто возвратится с дач, да, кто поедет в школу своих детей отвозить, наверное, очень оценят правильно то, что происходит. И общественники, и специалисты на связи с жителями, которые нередко интересуются, в чем необходимость вести основные работы в ночные смены. На встречах поясняют, что в это время суток нет интенсивного трафика, можно справиться с ремонтом более оперативно. Если укладку покрытия организовать днем, то будут созданы значительные помехи для движения транспорта, включая общественные. Он следует и по улице Солнечной. Участники контрольных мероприятий повышенное внимание уделяют всем этапам ремонта, соблюдению сроков и, главное, качества. Отмечают, что к подрядчикам, исполняющим муниципальные контракты, есть замечания, но они локальные. Недочеты, как правило, исправляют в режиме онлайн или в кратчайший срок. На объектах, помимо специалистов, подрядных организаций всегда присутствуют представители заказчика, кураторы. На участке выезжают дорожные лаборатории. В частности, подтверждается соответствие рецептуре смеси с НИПом и ГОСТу, следя за температурой асфальтобетона при укладке покрытия. Специалистами строительного контроля выполняется визуальный контроль, выполняется отбор смеси, отбор проб из данной смеси. Лаборатория ТМБУ дорожного хозяйства выполняет испытания этой смеси на зерновой состав, на физико-механические свойства данных проб. Производится инструментальный контроль трехметровой рейки Кондор на просадке, на проверку дождеприемников люков, дабы они не были просажены, ну и на уклон, чтобы вода отстекала. Гарантия на дорожное покрытие из ЧМА-16 составляет пять лет. В течение этого срока потрячек в случае возникновения недочетов будет устранять их за свой счет. Все работы по ремонту улицы Солнечной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется завершить к концу июля. Вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, в числе приоритетных для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Они находятся на контроле областных и городских властей. По состоянию на сегодняшний день в Самаре из 42 объектов на 33 работы закончены. Благодаря нацпроекту отремонтировано уже около 35 километров дорог. Ведется обновление еще восьми участков. Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.